Вот с чего начать все-таки у нас в Молдове? У нас как-то вот большее внимание заостряется на текущие проблемы, на проблемы, которые имеют краткосрочные, либо на средний срок. Давайте возьмем ту же стратегию развития энергетики Молдовы на 2030 год. Там написано «умные сети», «смарт-гриды» и что нам закупать все, импортировать все в этой стране, товары все, энергия, энергию все может все-таки вырабатывать и иметь свою на месте, чтобы не зависеть так. Добрый день. Сегодня у нас в студии замдиректора Института энергетики по научной работе Святослав Пасторонко. Разговор у нас пойдет о перспективах нашей молдавской энергетики в свете того, что происходит в Европе и вообще глобальном тренде по реорганизации энергетических систем в мире. Но прежде всего, Святослав, я один маленький вопрос хочу вам задать. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям немного, буквально в двух словах об Институте энергетики, потому что люди мало себе представляют, что это за структура, чем она занимается, как она возникла. Добрый день, господин Дорож. Я, прежде всего, должен выразить благодарность за то, что пригласили меня сегодня на такой разговор интересный в вашей студии. Я просматривал передачи, просматривал ваши интервью с предыдущими приглашенными. И, честно сказать, очень понравилось. И действительно, публика должна знать, то есть аналитические вопросы, как обсуждаются, должна знать, какие тенденции развития по секторам, по областям. И желаю процветания вашему проекту. И все-таки прошу вас продолжать его, потому что на одних сенсациях все-таки неинтересно. Спасибо. В Институте энергетики все-таки, как говорят, чтобы завоевать собеседника, попроси рассказать о себе или о любимом деле, которым он занимается. Институт энергетики имеет приличную историю. Начало берется в 1955 году, когда в Молдове решили формировать филиал Академии наук СССР. И тогда стали задумывать о системных исследованиях в энергетике. Естественно, надо было построить республиканский энергокомплекс. Естественно, надо было электрифицировать республику. И был создан такой отдел, назывался отдел энергетики и электрификации сельского хозяйства МССР. Отдел существовал по 1961 год, когда был сформирован институт энергетики и автоматики. Уже был на правах института, развивался. Потом, два года спустя, был сформирован уже институт энергетических проблем. Как-то он назывался, разные есть названия в истории. И спустя, опять-таки, года три стал опять отделом энергетической кибернетики при институте математики. Затем, в 1965 году, стал отделом энергетической кибернетики отдельно на правах института. И так, по 1991 год, когда уже был переформирован в институт энергетики Республики Молдовы, который существует сейчас. Какие самые важные задачи решал институт? Самые разные, кстати. Ну, во-первых, все-таки электрификация страны. Это они обсуждали, потому что все-таки проектных организаций, проектировщиков, плановиков не было таких, значит, не было много институтов таких. И приходилось подключаться к институту. Они решали вопросы электрификации сельского хозяйства, вопросы электрификации промышленности, которая была на тот момент. Электрификация жилого сектора. А также много еще прочих задач, к примеру, орошение земель. Вячеслав, можно я вас перебью, чуть дополню, доуточним. То есть, в ходе проектных работ, в ходе реализации и формирования энергокомплекса возникает масса неучтенных проблем, которые сразу, может быть, не явны, и исследованием которых и поиском решений занимался институт. Я правильно понимаю, да? Да, да, да. Занимался институт, причем на основе моделирования. Почему я говорю кибернетики? Потому что ввелись расчеты, модели. На тех технических средствах, которые были доступны на тот момент, это большие вычислительные машины. Мы видим фотографии иногда на таких старых проспектах, когда там сидят ученые, большие такие машины. Они пытаются собрать какие-то модели, соединить, посмотреть, как поведет себя система. И в таком стиле и велись исследования. А сейчас? А сейчас в основном мы не имеем таких средств, хотя в мире есть. Сейчас в основном моделируется на софт продуктах. Есть специализированные среды, в которых можно посмотреть, просчитать, как развиваются события в той же электроэнергетической системе. Но, опять-таки, из-за недостаточного финансирования науки у нас в стране, потому что есть компании, есть институты в мире, которые разрабатывают не только эти специализированные софты, но и аппаратуру к ним. Есть специализированные такие вычислительные комплексы, которые позволяют симулировать процессы и, более того, подключаться к каким-то энергетическим реальным объектам и осуществлять управление в реальном режиме времени. Хотелось бы такое иметь, но пока у нас нет, моделируем пока только на компьютерах. Скажите, а насколько задействован сейчас институт в работе энергетического? Я так понимаю, что в первую очередь институт специализируется на электроэнергетике. На электроэнергетике в том числе теплоэнергетика, выбросы, консультации наших законодательных органов, то есть правительства, когда создаются какие-то законы или проекты о изменениях в законах, что касается нашего сектора. Вот примерно такой наш вариант. Понятно. Ну, думаю, что картинка некоторая есть. Хорошо, давайте вернемся к основному субъекту нашей беседы. Сейчас в мире происходит такое вот глобальное переформатирование энергетических систем. Очень глобальное. Значит, застрельщиком всего является Европа. Она больше всего продвигает идеи альтернативной энергетики и так далее. Чем вызвано это? Тем, что речь идет о том, чтобы уйти от ископаемых или более фундаментальными причинами это реформатирование энергетики? Я думаю, что и уйти от ископаемых в том числе, потому как там очень острый дефицит. Я смотрел по каким-то годам, значит, Евростат показывает, что дефицит первичных топливных ресурсов для энергетики у них составляет где-то 52-53%. То есть это очень серьезно, но не только. Насколько я знаю из изученных документов, с теми положениями, с которыми мы работаем, это нечто глубже, чем уйти от использования сероводородных ископаемых, углеводородных ископаемых и перейти к зеленой энергетике. Это все-таки, вот смотрите, 20 век, человечество вообще очень сильно развивалось, промышленность, транспорт, энергетика. И после такой интенсивной антропогенной деятельности мы увидели, человечество увидело где-то в конце 20 века, во что это вылилось. То есть такие выбросы, что уже стали ходить регулировщики движения в масках, уже стали как-то, не знаю, те же киты выбрасываться на береги и так далее. Ну, Европа, да, она провозгласила себя лидером в какой-то мере в продвижении новых технологий, вообще новой концепции, не только энергетики. Но это все-таки исходят такие инициативы все-таки из международных институтов, от международных институтов. Давайте посмотрим те же цели устойчивого развития, которые провозгласила ООН. 17 их целей, седьмая цель это обеспечение всех потребителей доступной, чистой и устойчивой энергии. Плюс еще снижение выбросов, плюс еще как-то уменьшение и адаптация к этим климатическим изменениям, которые сейчас происходят. Много документов, много было, та же конвенция объединенных наций о изменении климата и стратегия Лиссабона. И оттуда, уже из этих документов, Евросоюз выработал такой пакет, согласно которому было предложено, если помните, там есть такой круг, это в концепции устойчивого развития, он делится на три участка. Экономическое, социальное и экологическое. То есть, и говорят специалисты, что если бы, чтобы было хорошо на земле, в развитии вообще цивилизации, надо, чтобы соблюдался некий баланс между этими участками. На мой взгляд, да, и уже мы все уже поняли, что вот эта картина настолько искажена в мире, что когда стали безконтрольно сжигать и выбрасывать, то есть уже на земле уже невозможно будет жить. Исходя из этих, ну что понятно, в мире есть конкуренция, но конкуренция очень жесткая, конкуренция в экономике, конкуренция в промышленности. Но Евросоюз предложил всему земному шару, всем континентам, уважаемые коллеги, давайте посмотрим, что все-таки делается, давайте, может, приостановим, давайте, может, как-то, не знаю, преобразуем энергетику, промышленность, все виды человеческой деятельности, после которых идут такие выбросы, такие загрязнители окружающей среды, потому что умирает биосфера, умирает... Можно я, это понятно, можно я задам другой вопрос? Вы говорили, что причины не только в ископаемых, но глубже лежат. Собственно говоря, вот эта трансформация энергетики, это будет трансформация той энергетики, которая возникла в период 50-80-е годы, условно говоря, потому что до военной, до Второй мировой войны, собственно говоря, мы не имели централизованных мощных энергетических систем, которые возникли потом, особенно в пространстве СНГ, особенно это самое. То есть, по сути дела, это будет, речь идет о преобразовании, и, очевидно, речь будет идти не только о том, что появятся новые источники генерации, но и о том, что как-то по-другому вся система будет построена. Вот можно вот немного об этом? Совершенно верно. У нас энергетика, этот комплекс, если взять техническую ее часть, организационную, экономическую, так это разработки, можно сказать, так, 70-х годов, 60-х, 70-х. В 80-е, 90-е мы это все уже использовали. Но если так посмотреть невооруженным глазом на историю развития самой энергетики, самой области, мы увидим, что оно шло так и не поступательно, но и не скачкообразно, как-то волнообразно. Почему так и шло? Потому что приходили такие вызовы. От чего? От того, что наука, технологии, они предоставляют новые виды возможностей, новые виды генерации энергии, новые средства для организации самых сетей, новые виды потребления. И это все внедряется, внедряется не скачкообразно. Почему? Потому что это делается на работающих объектах. Это стратегический объект, очень важный для любого государства. И мы не можем сказать потребителю, подождите-ка нас немножко, в месяц-другой, мы сделаем преобразование, отключим все. И это делается на функционированиях объектах. И очень сложно. И сейчас вот именно настал момент, когда мы видим, в мире очень сильно подешевели те же солнечные элементы. Очень сильно подешевели средства аккумулирования энергии. Это электрические батареи. Очень сильно развивается такая область, есть как силовая электроника. Это, так в двух словах, переключательные элементы на основе полупроводников, которые могут переключать очень большие объемы мощности за очень короткое время, без потерь. То есть силовая электроника шагнула очень далеко. И то есть вызов не один, чтобы уйти... А что это дает возникновение этих новых элементов? Смотрите, до сих пор все системы формировались централизованно. Вот у нас, например, есть единый диспетчерский пункт, есть несколько источников генерации, там кучерганы, тут пару ТЭС, что-то получаем с Украины. Все это регулируется централизованно. Но где-то на местах, если я хочу поставить свою солнечную батарею или поставить какой-то источник генерации, возникает проблема с его подключением, с балансами в системе и так далее. С кадастром, с землей, с дорогами. Но это отдельная история, мы говорим чисто пока на сегодняшний день. Да, техника, чисто энергетически. Да, да. Вот европейская концепция, например, очень остро критикуется российскими учеными. Они считают, что вот этот перекос в сторону возобновляемых источников, которые сами по себе неустойчивы, а зависят от погодных условий и так далее, приводят к формированию энергетически несбалансированных систем. В какой мере, или по-другому говоря, каким образом можно компенсировать несбалансированность и зависимость от погоды? Совершенно верно. Сама возобновляемая энергетика отличается очень сильно от централизованных систем, о котором вы говорили. Это, значит, на порядок усложняется и система, и оборудование, и организационные вопросы, и экономические, и много еще других. И там есть и социальные компоненты, кстати, отличаются, которые были у потребителей, менталитет, который был при централизованных системах. Значит, смотрите, вы говорили о централизованных системах. Стоит электроцентраль, она вырабатывает электроэнергию, посылается на транспортные сети, повышается напряжение, оно передается, принимается где-то распредсетями, опять-таки понижается и питает через уже распредсети, сети потребителей питает. Сейчас, если так посмотреть по миру, есть тенденция перехода от централизованной концепции энергетики, не только генерации, а централизованной к распределителям, к распределенным. Что это значит? Это значит, что формируются локальные системы вблизи каких-то населенных пунктов. Которые в какой-то мере автономны, да? Которые автономны, но пока автономны очень мало из них, которые работают. Их называют еще микросети. Микросети, но я выражался у нас, то есть на разных наших встречах, презентациях, микросети, но беда в том, что у англичан есть микрогрид и микронетворк. И когда грид идет, это идет речь о сетях электроэнергетических, нетворк, у нас слово одно, рецели, сети. И некоторые конфузно понимают, но это микросети. Они формируются вблизи каких-то населенных пунктов, то есть там на месте же потребления, и генерируется эта энергия. Подключаются, потому что есть тенденции к использованию уже самых разных видов источников энергии, как фотовольтаика, как микротурбины. Фотовольтаика, например, выдает постоянный ток. Микротурбина выдает напряжение где-то в 1000 Гц, которое надо опустить до 50 Гц. Те же топливные элементы, это добывание электрической энергии из диссоциации молекул топлива. Те же водородные сейчас очень развиваются сильно. Те же подключаются тепловые насосы. То есть это источники генерации энергии, которые работают на физических принципах абсолютно разных. Дело в том, что нужно их как-то объединить. И их нужно соединить в систему. Нужно соединить и заставить. Да, там еще обязательно в эту систему входят аккумуляторы энергии в виде батареи или каких-то других средств аккумулирования, например, закачивание воды, придавание какой-то потенциальной энергии, как у нас есть. Но в Днестровской есть избыточная энергия, закачивается, потом она опять открывается шлюзы и крутит генераторы. Или какой-то другой, например, немцы. Есть системы, у них, когда очень много ветра и работают ветряные установки, вырабатывают много энергии и некуда ее девать. Они так, по-простому если выражаться, значит, моют биогаз и получают природный газ, то есть повышают его калорийную способность и закачивают в систему. Это получается тоже аккумулятор. Аккумуляторы входят. И входят и обязательно какие-то источники традиционные, из которых мы знаем, либо двигатель внутреннего загорания, либо турбина, потому что это все нужно поддержать. Естественно, вот сейчас говорят все о дигитализации, оцифровывании. Естественно, всем вот таким оркестром, если можно так выразиться, это должна управлять только IT-платформа какая-то, потому что там диспетчер уже не справится. Во-первых, это сигналы, значит, форма сигнала, энергии, которую получаем, она очень разная. Во-вторых, все-таки энергия вырабатывается в том месте, где потребляется, где-то в соизмеримых количествах. Это не тот маховик, который крутит на централе и поддерживает все нам параметры. То есть вот эта распределенная система, когда мы много разных источников соединяем в одно целое, она требует совершенно другого уровня управления? Абсолютно другого подхода управления, абсолютно другого. И здесь пока, то есть они внедряются, в мире есть, эти микросети есть. Очень много пилотных проектов, очень много, значит, ведутся исследования все-таки на основе этих микросетей пишется очень много статей, работы и защищаются диссертации. Но есть еще и экономическая сторона, потому что тут очень сильно подключаются те же гидрометеоцентры. Почему? Потому что на завтра хорошо бы знать, какая погода будет, сколько солнца будет, сколько ветра будет, как нам настроить эту микросеть, как она будет генерировать, потому что в конечном итоге это вливается в возвращение инвестиций для инвесторов. И бывали даже такие случаи, конечно, неприятно, и неприятно говорить, но когда, значит, не учитывались эти моменты, и сама по себе идея где-то дискредитировалась. Конечно, это было локально, потом они ввели такую концепцию, то есть Ирена, это организация международная по продвижению возобновляемых источников энергии, написали большую работу и ввели концепцию QI, Quality Infrastructure. Это инфраструктура качества для того, чтобы обеспечить какое-то качество, какие-то стандарты. я имею в виду именно работу и использование этих микросетей, чтобы все-таки это энергетический проект, а если он не будет иметь экономическое обоснование, рано или поздно, и тот же потребитель, если энергия будет стоить дороже, и тот те же инвесторы, конечно, они хотят получить обратно свои инвестиции, да и прибыль. Вячеслав, вот один такой маленький как нюанс к тому, что вы сказали. Я, насколько знаю, в Австралии, там у них, по-моему, даже и законодательство есть о том, что вот электромобили в тот период, когда он, его батареи полны энергии, но водитель не использует, он, в принципе, может его подключить к сети и сдавать обратно энергию, и, соответственно, это все учитывается. Возможно, такой вариант вот генерации? Это я электромобили... Извините, я даже нашел такое понятие виртуальные электростанции. Да, 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 они говорят, этот термин есть, виртуальные электростанции, то есть электромобили подключаются, они заряжаются, то есть на ночь обычно владелец подключает к резетке, где он имеет возле дома, и на работе, возле работы электромобили заряжается. Но электромобили, они же рассматриваются в рамках этой концепции распределенной генерации как аккумуляторы энергии и как спасатели, если можно так сказать. Потому что давайте себе представим, дефицит в сети энергии не хватает. Так договорились с операторами, так договорились с генерирующими организациями, что нету. Тогда система, то есть опять-таки IT, опять-таки цифровые технологии, запрашивает у каждого электромобиля по кусочку. И тем самым покрывает этот дефицит. Потом это возвращается. Естественно, как вы говорили, это должно быть оговорено на законодательном уровне, потому что мы знаем, что тот же аккумулятор, там химия, он имеет ограниченное количество циклов заряда-разряд. Естественно, этому человеку, этому владельцу, нужно что-то компенсировать в виде электроэнергии, в виде денег, не знаю в виде чего, что у него от этого уже уменьшается цикл заряда-разряд аккумуляторов и соответственно срок службы. Тут очевидно, сразу возникнет вопрос об этих умных счетчиках, которые начнут все это считать. Да, но опять-таки это технологическое решение умные счетчики, это входит в вообще в концепцию smart grid, умные сети. Но опять-таки нужно законодательное покрытие, потому что здесь нужно вводить законодательным путем дифференциацию тарифов. Тарифы стоят столько, значит, какой у них спрос, это связано со спросом в системе. В том числе законодательно нужно определять и компенсацию за износ батареи и так далее. Да, да. То есть здесь довольно серьезная законодательная работа должна быть в обеспечении такой сети. Очень серьезная, и потребитель смотрит. Если на данный момент в сети дефицит, естественно, система будет так работать, IT-платформа, что повысит тариф. Повысит тариф, он посмотрит на умном счетчике, тариф стоит дорого. Нет, я все-таки повременю, постираю одежду, либо вымою посуду, потом, когда мне будут устраивать такой тариф, он ждет. И этим самым выравнивается, кривая нагрузки. И система намного лучше работает, те же генерирующие мощности, те же сети, те же трансформы. Весь этот парк электрооборудования, он и увеличивается срок его службы, увеличивается срок эксплуатации. И потребитель лучше, потому что все будут смотреть, будут вылавливать, когда же будет мне выгоднее все-таки потребить электроэнергию. В такой системе, более того, это можно даже запрограммировать. Можно запрограммировать. Твои приборы начнут работать, когда будет удачный тариф. Да, да, да. Вот я читал интересную статью, и такой термин появился в Европе. Энергетический туризм. То есть, собралась группа где-то в Швеции, поехали где-то в Испанию, посмотреть, как же там они решили какой-то вопрос. Изоляции здания или использование тех же смарт-метров, умных счетчиков и тому подобное. То есть, это идет через менталитет все-таки людей. Это сложный процесс. Понятно. Вячеслав, а вот давайте у нас времени не так много, в общем-то. В общем, идея понятна. Вот эта вот реструктуризация сетей на совершенно новый тип взаимоотношения и интеграции огромного количества разных источников, тем более, что технологии не стоят на месте и все новые и новые типы генерации наверняка будут возникать. Как вы вообще вот оцениваете, насколько применим для нас опыт тот, который пытается сейчас разработать Европа? Я вообще так понимаю, что все, о чем вы говорили, это пока находится на начальном стадии только по большому счету. Ну, многие вещи уже, конечно, есть, но по большому счету. Многие вещи уже внедрены. Но как всеохватывающий проект, очевидно, еще как массово нет. Еще мат. Вот. Ну, вот насколько у нас, для Молдовы, и вообще, насколько этот проект для нас реален? Или каким образом нам двигаться в направлении этого проекта? С чего бы начать? Вот как вы считаете? Если так посмотреть, значит, те трактовки, которые делаются некоторыми, что вот, изучили мы европейские директивы, изучили мы европейские документы, там очень амбициозно все написано. Европа хочет стать лидером в продвижении возобновляемых систем энергетики. И тот же Green Deal к 50-му году, значит, материка абсолютно без выделения СО2, все такое. Значит, вы говорили про Российскую Федерацию. Возьмем Российскую Федерацию. Там те же 20% возобновляемых у них есть из гидроэнергетики. Мы знаем, какие реки, какие гидроэлектростанции. Не, но Россия там... И все-таки я поддерживаю, я поддерживаю... У России вообще очень специфичные. У них есть свой концепт реформирования энергетики. очень своеобразно. Потому что давайте их тоже поймем. Построены такие сети, там инфраструктура такая, там тысячи, там сотни тысяч работающих. Ну да. И что будет, если это все начинать так быстро переоснащать? Это, я не знаю, столько безработицы, тот же Green Deal, сколько его критиковали, те же европарламентарии, те же представители значит, стран Евросоюза, потому что Green Deal это что? Green Deal это программа развития, значит, основная цель, чтобы к 50-му году получить европейский материк без выбросов СО2. Но здесь опять-таки некоторые не дочитали до конца и трактуют так, что будут закрывать все централи, которые на угле и на работают на газе. Не совсем так, потому что проводится исследование в области аккумулирования, улавливания, аккумулирования, использования и хранения углерода, СО2, и те же технологии, то есть они просто будут улавливаться, ЧЧУС, так называется, Carbon Capge, и будут улавливаться вот эти выбросы, и опять-таки таксономия, я прочитал одну статью очень интересную по таксономии, то что говорят все-таки давайте будем размеренно исходить в том же Евросоюзе и посмотрим насколько это просто переходить на возобновляемую, на солнечную батарею, на те же ветродвигатели, а может где-то еще переходить просто от угля на газ, то есть эти процессы, о которых я говорю, переходы от централизованной распределенной генерации, это будет длиться, я думаю, что к 50-му году мы можем и не достичь тот же Евросоюз, это где-то к 80-му году, если удастся, потому что не удается, во-первых, как мы говорили, возобновляемая энергия, она имеет прерывистый характер, и пока то есть они работают эти системы и выдают энергию и получают, но везде есть поддержка от тех же централизованных традиционных систем энергетики, той же электроэнергетик, без них никак, те же микросети подключаются к централизованным сетям, это как говорят еще старший брат, то есть к старшему брату подключаются, да, они если имеют переизбыток, может и выдавать эту энергию и брать, это как бы дальнейшее развитие существующих систем, вот это реформирование, оно не просто реформирование, а фактически развитие, переустройство на новой технической базе, Вячеслав, еще так коротко, если можно, вот с чего начать все-таки у нас в Молдове, хотя вот я так предполагаю, что очевидно нужно начать все-таки с формулировки какого-то концепта, с исследования нынешней ситуации, как вы считаете? Нужен концепт, и я увидел на днях новость масс-меди, что в министерстве, которое уже будет заниматься энергетикой, было там совещание, и они значит выразили идею о создании такого концепта, если можно так назвать, или какой-то государственной программы по развитию энергетики, вообще, куда мы должны двигаться. Наша беда здесь, это имеет такой национальный аспект или локальный аспект, давайте посмотрим, мы знаем уже было правительств, сколько правящих партий, у нас как-то большее внимание заостряется на текущие проблемы, на проблемы, которые имеют краткосрочные, либо на средний срок. Очень мало у нас думают люди относительно долгосрочных проектов долгосрочного развития, но я думаю, давайте возьмем стратегию развития энергетики Молдовы на 2030 год, написано умные сети, смарт гриды, это хорошо, их нужно развивать, потому что дает энергоэффективность и получается более такое использование энергии на более качественном уровне и из экономических целей, но опять-таки общие слова, я думаю, что у нас есть свои вызовы, свои, то есть местные, вы говорили как-то в Академии наук один из наших директоров возразил в президиуме Академии, что у энергетики нет национального запаха или локального, и тогдашний президент Академии наук МСССР сказал, что энергетика пахнет национальными местами, да еще как пахнет, то есть есть, если так посмотреть, можно взять и развить то же обоснование, которое было дано институтам энергетики в том числе, о все-таки возобновлении каких-то теплосетей, возобновлении термофикации в наших райцентрах. Кишинев и Бельце мы знаем, у нас две ТЭС работают, в Бельцах северная ТЭС хорошо, то есть мы имеем тепло, что делается по райцентрам и много раз говорили, давайте поставим генерационные станции, это либо двигатели внутреннего сгорания на биогазе, на газе, либо какие-то турбины, маломощные, на сотни киловатт, там сколько, они будут, то есть как генерация, это генерация двух видов энергии, электрической и тепловой, как у нас на наших ТЭСах, они будут выдавать это, будут работать, будут выдавать зимой на обогрев, летом на горячую воду и генератор будет крутиться, будут выдавать электроэнергию, и там же можно было бы подключить те же уже, начинается, наращивать это все и посмотреть, посчитать, а сколько же этому райцентру, сколько этому городку нужно фотовольтайки, а кто это будет делать, а может ветроустановки, а может еще какие-то, а может мы подключим еще какие-то геотермальные насосы, ведь сейчас развивается, да, мы едем по нашей стране и видим и те же солнечные батареи, и видим те же ветроустановки, они попытались их как-то вклинить в работающую нашу централизованную систему, но опять-таки здесь системная работа очень ограничена, система, и они уже начнут, если так делать, ничего не делая, просто их где-то подключать, получать авизу подключения и подключать где-то, они уже начнут мешать работу самой системе, а если сделать локализованной какие-то системы, то есть энергия вырабатывается на месте, она никуда не передается, потерь нету, вырабатывается на месте, и мы могли бы решать как говорят проблему, энергетическая безопасность все-таки на совершенно другом уровне, но здесь все-таки потребуются серьезные инвестиции, опять-таки теплосети, теплосети в райцентрах, как я знаю, посыпались. но вначале все-таки нужен концепт, нужен концепт, все-таки посмотреть. потому что, я так понимаю, все-таки энергетика это длительный процесс, и если сейчас ты начнешь делать неправильно, через 5-10 лет это все вылезет боком и очень серьезно. и очевидно, вот то, что у нас до сих пор было исследовано, исследовано, то есть, то, что у нас на сегодняшний день существует в виде электросетей, наверное, тоже надо обследовать, сделать какую-то модель, как вот вы говорили раньше, посчитать. Совершенно верно, потому что мы видим, мы закупаем электроэнергию сейчас два таких серьезных поставщика, Украина, Кучурганская, ГРЭС, вырабатываем на месте зимой больше, потому что ТЭЦи работают и дает отопление, естественно, вырабатывается больше электроэнергии. Есть какая-то доля не такая уж большая из тех возобновляемых, которые мы уже имеем установлены, так еще и обсуждаются концепт о, не то что концепт, уже проекты о трех межсистемах связи с Румынией с использованием так называемой ставки постоянного тока back to back, чтобы соединились к европейской системе. Это давняя история обсуждается. Но опять-таки я задаюсь вопросом, хорошо, мы будем закупать энергию, ну, это в плане расширения диверсификации источников, конечно, хорошо, потому что, когда обсуждаешь какие-то контракты поставки, импорта, это уже проще, когда имеешь больше источников. Но опять-таки, и что, нам закупать все, импортировать все в этой стране, товары все, энергия, энергию все может все-таки может все-таки вырабатывать и иметь свое на месте, чтобы не зависеть так. И здесь будут формироваться, мы видим уже и на европейском континенте, и на других континентах формируются рынки, они развиваются, уже где-то уже сформированы, и развиваются рынки электроэнергии. Те же европейские страны, они могут продавать, перепродавать друг другу, когда у них больше генерации продает через несколько дней обратно, он закупает у того, которому он продал. То есть, развитие энергетики это фактически еще формирование еще одного экспортного товара, который мы можем... Экспортного товара, и не исключено, если мы будем развивать какие-то... Нам нужно развивать свои потенциалы местной выработки энергии, чтобы у самих руки уже, так сказать, были развязаны, и могли мы как-то уже планировать, и та же экономика будет конкурентнее способнее, потому что, когда мы вырабатываем свою энергию, и выпускаем какой-то товар, ВВП, отражается на доле выпущенного товара, и он будет стоить и меньше, и мы будем конкурентнее способнее на рынке. Спасибо вам, Вячеслав. Будем надеяться, что... Вот вы упомянули о совещании там в министерстве, будем надеяться, что будет появиться какой-то концепт, он будет обсужден с учеными, в частности, с вашим институтом, вот, и мы увидим какую-то перспективу для развития энергетики Республики Молдова, потому что все равно без энергетики никуда. очень хотелось бы, чтобы нас приглашали на такие дискуссии, потому что... Будем надеяться. Я понимаю, мы видим, из масс-медиа решаются некие такие острые вопросы, то есть не требующие отлагательства, срочные, и... что касается энергетики, конечно, институт там энергетики, как ученые, как говорят, ученый живет в будущем, мы не знаем, насколько были бы полезны, а когда разрабатывается что-то на длительный срок, вот тут без ученых никак. То хотелось бы поучаствовать в этом и высказать, потому что у нас за время работы разработано столько моделей, просчитано столько ситуаций, которые могут возникнуть в той же электроэнергетической сети, в той же теплосети, как подключаются те же возобновляемые, потому что опять-таки они могут мешать, могут испортить систему. Как их подключить грамотно, куда их подключить, а может если неправильно подключим в тех местах, где может быть такое, что возрастут потери для оператора, ему будет это хуже. Очень много технических вопросов, но здесь нужно будет подключаться еще экономистам, и социологам, и юристам, потому что будем надеяться, что наше министерство повернуться лицом к науке. Мы здесь о науке не раз говорили. Будем надеяться, что здесь на этот раз будет тоже положительно. Спасибо вам, чтобы вы были с нами. Спасибо вам за такие оптимистические разделения, таких оптимистических взглядов, и это все-таки... Знаете, как говорил один человек, человек пока жив, он всегда оптимист. Действительно так. Спасибо вам. Спасибо. за субтитры Алексею